Мэр Одессы будет ждать приговора на свободе. Геннадия Труханова, напомню, обвиняют в махинациях во время покупки горсоветом помещений завода Краян. В качестве меры пресечения суд ранее отпустил его на пороки. И вот сегодня прокуратура пыталась оспорить это решение. Что из этого вышло, расскажет Ольга Теребинская. Нацгвардейцы и полицейские на входе еще больше греются в машинах за забором апелляционного суда. Вокруг здания небольшими кучками рассредоточена группа поддержки Геннадия Труханова. Но атмосфера спокойная. В зале суда толпа людей. Журналисты, общественные активисты и одесские депутаты. Прокуроры просят изменить меру пресечения Труханову и взять его под стражу с залогом 50 миллионов гривен. Сейчас мэр Одессы находится на поруках у народного депутата. Безумовно, такой риск вплива на свитки есть. Однако, че можно его нивелировать, минимизировать, шляхом застосования такого законодательного захода, как особистая политика? Глибо посомневаюсь. Адвокат с заявлениями прокурора не согласен. Уверяет его подзащитный, скрываться от следствия не намерен и готов всячески содействовать детективам. На защиту у особи Геннадия Труханова сдала до Державной Нероссийской службы по спорту для безопасности законодательного захода, в том числе и пастор Геннадия на Украине. То есть, с момента прибытия Геннадия Труханова до Украины, мы прибыли 14 лютого. И по 26 лютого, ваше честь, будь-яких заживаний, детективным прокурорам в суду не надо. Сам Геннадий Труханов заявил, страну покидать не собирается. Более того, подобные заявления прокуроров его даже задевают. После совещания коллегия судей решила оставить прежнюю меру пресечения в виде взятия на поруки нардепам. А вот сколько еще будет находиться на своем рабочем месте Геннадий Труханов, будут лишать уже в Соломенском райсуде. Завтра там продолжат рассматривать ходатайство прокуратуры об отстранении Труханова от должности мэра Одессы. В то же время, сегодня стало известно, что тот же Соломенский райсуд арестовал активы Труханова, которые указаны в его декларации. Ольга Теребинская, Руслан Смещук, Евгений Каминский и Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер.